Выражение «надо смеяться смерти в лицо», это допустимо у нас? А, то есть это просто адата получается? Подостаю слово, допустим, «где умер, там хоронят». Вот я слышал, что нужно и надо представлять, как тебя хоронят. А вообще бояться смерти надо или не надо? Какие-то считанные дни остались, он тогда и задумывается уже, «Ва, Аллах-то есть». В каком контексте думать о смерти? Не просто сидеть, «О, я умру». Или током ударило, а он похоронил, а там уже как бы заземление и все дела. Просыпается. Вот так просыпался, говорит, я вот. За рулем? Да, за рулем. И два раза, говорит, показал Аллах мне вот эту вещь. Да я ехал готовый. К смерти? В багажнике салон. Человек не знает, когда он умерет. Как жить вообще с мыслью о том, что ты как бы в любую секунду можешь умереть? Сразу говорят, может, не надо вот это там за второе, бояться. В этом случае как вообще? Ну, нужно ли думать о завтрашнем дне, если ты можешь в любую минуту умереть? Усоп ши чувствует, как, допустим, когда человек салам дает. Если человек в дороге умер, в дороге умер, и как быть? Ассалам алейкум, приветствую всех. Студия телеканала ННТ, очередной выпуск подкаста. Мы ведущие Рамад Ана Марак и Карим Даниев. У нас в гостях эксперт и богослов Мохаммад Гусейнов. И тема у нас такая, даже не получается особо улыбаться, смеяться. Тема все вокруг смерти, похоронные обряды и так далее. Тема смерти, короче. Тема смерти. Вот ты сказал, не получается улыбаться. Да, но чуть-чуть. Выражение «надо смеяться смерти в лицо» – это допустимо у нас с точки зрения ислама? Ты пошел не по сценарию. Или это неуважение какое-то? Нет, это сейчас смешно, а если человек увидит ангела… Тогда не получится уже. Да, уже не получится. Вот я имел в виду, то есть это выражение, понятно, что человек улыбается не на смертном адре, да? А при каких-то рисковых, например, делах. Вообще вот это, вот такое выражение, оно является неуважительным по отношению к ангелу. К ангелу смерти. К ангелу смерти. Что, улыбаться, да? Да, да, вот так говорить. Лицо смерти, да? Лицо смерти, улыбаться, смеяться. Честно говоря, я первый раз такое слышу, первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Мы смотрим разные фильмы. Но в целом, как будто бы не очень, да? Ну да, звучит чуть-чуть нагловато. Слишком самонадеянно. И надменно. Но у нас в религии же как раз… А вообще бояться смерти надо или не надо? Ну… Ну, уже азы, основы. Можно бояться смерти? Ну, бояться, допустим, человек просто из-за того, что я… Боится смерти из-за того, что человек не знает, как он, конец у него будет. Или, допустим, Аллах принял ли его хорошее деяние, не знает. Куда он, Аллах его определит в рай или ад. Человек не знает. Поэтому боится человек. У него исход каким будет? Вот поэтому, наверное, он. Вот это боязнь и появляется. Ну, смерти боятся, допустим, там пишутся, допустим, что смерти не надо бояться. Бояться то, что ты, допустим, вот у тебя конец каким будет. Не знаешь. Вот этот страх, допустим, тебя как-то, да, появляется. То есть надо бояться своих грехов в этой жизни, то есть пока ты живой. Так получается. Почему люди зачастую не думают о смерти? Вот абсолютно пока у вас с какой-то бедой не столкнулся, не приходят вообще мысли, что ты умрешь и так далее. Ну, за исключением каких-то редких там случаев. Смертельная там болезнь, там, или я не знаю, что-то должно случиться, чтобы человек начал об этом думать. Почему-то бывает. Бывали люди, допустим, когда о смерти говоришь, вот разговор ведешь, они сразу говорят, там, может, не надо вот это там затрагивать, бояться. Вот такие люди. Ну, из-за того, что, в первую очередь, у них вот знаний нет, вот религиозного плана знаний нет, и они не знают, вот, допустим, предопределение Всевышнего, не знают Всевышнего. Ну, они только видят, что умирают родители, умирают, допустим, там, близкие родственники, и пошел на похорон, или, допустим, какие-то обычаи сделал, и на этом заканчивается. А что касается, допустим, что смерть может к нему тоже прийти, ну, на этом человек не задумывается, допустим, он хочет долго-долго жить. Я боюсь, говорит посланник Аллаху, саллилалу алейкумсалам, больше всего, ну, за свою общину, за свою ум, общий смысл, да, хадиса. Из-за двух вещей, из-за того, что они гонятся, да, за мирскими, у них там мечта, длительная мечта, и за страстами тоже они когда-то гонятся. Поэтому, вот люди, почему они задумаются о смерти, потому что у них есть план, не то, что себе там что-то мирское, допустим, собрать, они еще думают за своих внуков, внучек тоже. Поэтому, вот эта вещь их заставляет заботить об этом. А как только, допустим, смерть приходит к близким или к какой-то, допустим, болезнь, врач говорит ему, что какие-то считанные дни остались, он тогда и задумывается уже, ва, Аллах-то есть. Уже последняя надежда, это уже Аллах, он уже начинает уже просить у Аллаха, Аллах, там, дай мне здоровья, Аллах, вот так, прости меня, да, прости меня, и так далее, тогда и задумывается человек. Интересный вопрос, Рамазан, а ты думаешь о смерти? Ну, тоже вот, в таких ситуациях, когда, например, вот, сейчас недавно тоже на паблище были, там начинаешь, это, знаешь, вот, я слышал, что нужно и надо представлять, как тебя хоронят, есть такое? Вот, я вот представляю, вот, что у меня, прикинь, туда положат холодную землю. Жесть. Да, ну, я представляю, что, я слышал, что, если ты чаще это представляешь, когда этот день наступит, тебе не так будет страшно, не так будет, ну, не так сильно, как обычно, обычно бывает, людям страшно, не так это бывает. Я правильно это говорю? Есть пословица, вооружение, как-то там. То есть, предпреждан, вооружение. Ну, человек, если каждый день будет вспоминать о смерти, будет вспоминать, конечно, ему, если в хадисе посланник Аллаху, вы чаще вспоминаете, говорит, разрушительность наслаждения, это смерть. Вот человек, там, строит, ну, планы для себя, там, на 50 лет и до конца своей жизни, и тут, там, вспоминать о смерти, там, где-то что-то аварии увидел он, проезжает, или как-то по телефону, допустим, если человек увидел аварии, или что-то где-то близкий человек умер, тут же у него вот эти планы уже все разрушаются. Разрушается уже. Да, да. Потому что, сейчас же, на данное время же, не только, допустим, старые люди умирают, и молодые умирают, и дети умирают, и так далее. Поэтому, любому человеку эта смерть неизбежна. То есть, Аллах не откладывает его. Ну, смерть дает свое время. Поэтому, человек не знает, когда он умерет. И он, в любом случае, должен подготавливаться. Если он понимает это все, он будет всегда готовым. Я вспомнил одну историю, как родственник усел в такси, получается, он рассказывал мне этот родственник, что такой инвалид, короче, был, еле как, присел. И он рассказывал, у меня, говорит, было все. Ехал, короче, на дорогу иномарки, за другой машиной ехал, и в машине пару миллионов, короче, было денег, чтобы поменять и все подоплатить. Случается авария, он залетает под КАМАЗ, в итоге эти деньги тоже воруют там, ну, обычно, как бывает, да, иногда человек остается без денег. И в итоге все, что у него было, дом и так далее, все деньги на лечение пустили. Он долго лежал, получается, в коме, и там через год, через два он в себя прошел, и вот так его на ноги поставили. И сейчас он вот так, короче, коллега ходит, без дома, без машины, без денег, без ничего. То есть в один миг человек потерял все, хотя было все у него на самом деле. И человек ехал, думал, все в порядке и так далее. Это зачастую бывает так, и как бы в связи с этим такой вопрос. Потому что человек не задумывается о смерти, или не по этому, не по этой причине может быть такое. Если у кого-то, допустим, есть, ну, материальное, да, он думает, допустим, что он, ну, своими этими, он не хочет терять, допустим, это все. Он думает, что всегда это будет. Это же я заработал, как бы, да, посредством своей, допустим, там, разума и так далее. Он же не надеется на Всевышнего Аллаха. Ну, есть такие, ахамдуллах, люди есть, которые, какие бы богатыми ни были, да, материальными, у них есть все, ахамдуллах. И они, допустим, вот это все связывают с велением, ну, то есть с волей Всевышнего Аллаха, что Аллах дал им. Они вспоминают о смерти, ну, чем могут, так и помогают, да. А так, да, есть такие, которые, да, которые, вот, забыли Аллаха. Но такое могло произойти с любым, и с тем, кто надеется на Аллаха, и с тем, кто не надеется. Испытание каждому. Ну, тот человек, который надеется на Аллаха и будет вспоминать смерть, к нему тоже приходит смерть, конечно. Ну, тот смерть, когда придет, думаю, ну, конец хорошим будет, потому что он так забывает. Хотел спросить, чтобы уточнить, да, и нам, и зрителям, в каком контексте думать о смерти. Не просто сидеть, ой, я умру, а в каком контексте, для чего думать о смерти, чтобы как-то повлиять на свою жизнь, постараться что-то изменить, не думать, что ты будешь вечно жить, и ты успеешь еще поменяться. И дополнить, что я могу дополнить, как жить вообще с мыслью о том, что ты как бы в секунду можешь умереть. То есть думать о смерти надо, чтобы ты не забывался и там совершенствовался в духовном плане. Для этого, да? То есть думать о смерти, допустим, это когда человек думает о смерти, ему это, ну, помогает для того, чтобы он совершил много деяний. Потому что, да, благих деяний. И остерегался, допустим, от плохих, от грехов тоже, чтобы человек, допустим, навредил кому-то и так далее, и так далее. От этих вещей, допустим, вот, как бы, да, является преградой вот постоянно, вот, когда человек поменяет о смерти. Потому что вот человек, если он знает, что человек, завтра к нему придет смерть, ну, так же делаешь, ну, в наше время как, допустим, человек идет к врачу, и у него, ну, диагноз поставили, что рак у него, болезнь. И ему говорят, там, полгода у тебя все, времени больше нет, не можем ничего делать. Но этот человек, он же не будет, допустим, да, заниматься теми вещами, что занимался до этого. Он, наоборот, начнет исправить себя. Потому что, как знает он, что через полгода этот человек покинет этот мир. И как-то он, даже было случай, вот, я помню, знакомый был, когда, ну, в свое время этот человек вел такую жизнь, ну, нехорошую, допустим, да, постоянно там, там здесь пил тоже и так далее, нехорошую жизнь вел. И когда ему сказали, что, ну, обещали, допустим, что его хадж отправит, вот Сулейман Керимовский, вот эти бесплатные хадж, ему сказали, все джамаат, села сказали, что его только отправим. Так как человек, ну, очень хороший, добрый человек был, хотя, ну, нехорошая жизнь вел, но добрый человек был. Он постоянно за мамой смотрел и так далее. И сестры не было, только два брата. И этот человек, ну, изменил свою жизнь в конце. В конце изменил. И, ну, так получилось, что хадж тоже не поехал, этот человек умер. Он готовился, готовился к хаджу. И покинул этот мир. И за него там другие уже совершили. Просто человек, видите, когда, да, о смерти думает, о том, что вот исправить себя и так далее, ну, Аллах ему помогает в этом тоже. И сам тоже исправляется, допустим, оставляет те вещи, которые, да, до этого он делал плохие вещи. Ну, эта вещь служит, да, тому, что человек может благие деяния, допустим, да, вспоминание о смерти, чтобы много деяний совершал, а плохие, чтобы оставлял. Ну, а так, когда человек, допустим, хочет, да, навредить там соседу, там, или, допустим, ссориться там с кем-то, или украсть что-нибудь, он же тут же будет вспоминать, если человек вспоминает о смерти, вспоминает о Всевышнем Аллахе, это человек вспомнить, что вот если я, допустим, что-нибудь украду, это время может, ангел смерти прийти, изобрать мою душу, и умру с этим грехом. Человек, который идет на кражу, он вообще с религией как-то дружит? Ну, это же говорится, допустим, в хадисе, посланник Аллаху, ну, человек может кражу совершить, человек может, мусульмане может и прелюбодение совершить, оступиться. Ну, то есть, иметь в виду, это уже от него, от человека может исходить такой грех, хотя это, конечно, большой грех, но человек, который, да, постоянно вспоминает о смерти, ну, при совершении вот этого греха, может вспомнить этот грех, ну, то есть, смерть, и может оставить этот. Там же много историй тоже есть, который вспомнился Вишнева Аллаха, допустим, когда при совершении какого-то греха вспомнился Вишнева Аллаха, и тоже оставил. Это о чем говорят? Потому что вот Аллах тебе дает, да, там, искра, допустим, сердце, вот это и заставляет тебя оставить эту вещь. Ну, не, что история есть? Это же связано с родственниками. Тоже вот жеребевка делали. Это не сейчас, когда Сулейма Керимов давал, тогда лет, наверное, 5 назад, когда это было, лет 7, может, назад, когда Сулейма Керимов тоже давал путевки, раздавал. И вот жеребевка делали в мечети у нас в селе, и выпал на моего родственника, который на тот момент очень сильно любил попить, кури там, и все начали осуждать там, зачем ему там, такому человеку давать. В итоге человек поехал, приехал, вообще другим человеком приехал, абсолютно перестал пить, перестал пить. Помощь в корне изменился человек. Ну, видите, когда человек, хадж когда дарит человеку, и он готов оставить это все плохое деяние, а человек, вот, когда вспоминает о смерти, ну, о котором Пророк Салялсом говорит, чтобы вспоминать, и часы смерти, и так далее, ну, человек, я думаю, оставит это все. А может быть, вот это, то, что людям говорят, когда они болеют смертельной болезнью, типа, тебе осталось там полгода, или там три месяца, разницы нет, это может быть такая милость того, чтобы человек исправился, он дает возможность путем этой болезни человеку исправиться, а то он мог бы просто внезапно умереть, и не успев, не успев исправиться, и так далее. Такой момент уже есть? Конечно, конечно, может быть. Работа такая важная, ну, нехорошая, да, так скажем, вредит людям. Ну, я не по теме скажу, вот один человек рассказывал, знакомый тоже, он занимался, сейчас тоже, по-моему, занимается, виноградом занимается. А этот виноград он сдавал в винзавод. Мне, говорит, Аллах показал, говорит, вот когда я на Газ-53 ездил, за рулем, и не заснул, говорит. И, ну, такой состояние, да, между сном и между вот этим. Яв. То, что Аллах показал, говорит, мне, что вот большая яма, говорит, была, передо мной. И все, говорит, туда, вот эти Газ-53 выгружали, говорит, виноград. Я смотрю, говорит, мои хорошие дьяни, говорит, ну, плохие дьяни, говорит, уже тяжелее становится, говорит, чем хорошие. И я кричал, говорит, мои хорошие дьяни, мои хорошие дьяни. И вот так просыпался, говорит, я вот. За рулем? Да, за рулем. И два раза, говорит, так показал Аллах мне вот эту вещь. Я говорю, тебе еще что надо, говорю. Тебе Аллах показал, что, эй, хватит это все делать, это греховные вещи. Он оставил? Он оставил. Он оставил. Ну, религиозный парень тоже оставил. И это тоже милость Аллаха. Я говорю, сколько людей есть, которые Аллах этого не показывает, и этих людей забирает Аллах. И Аллах тебе показал эту вещь. Уже пора, говорю, можно оставить. И точно так же, и это тоже может послужить о том, что Ему сказали, там, через полгода умрешь. Это тоже может быть милость Аллаха, что Аллах Ему дал, допустим, чтобы он что-то одумался, что он исправил себя и так далее. Но есть, которые и Аллах не показывает, и не дает, знать об этом тоже и сразу забирает. Таких тоже есть. Бывает такое, что люди просыпаются? Просыпаются? Да, вот ты заворачиваешь саву, но бывает какой-то литургический сон или как это называется, в коме человек и проснулся. Клинический смерть, да, что-то такое. Мы резко перешли. В моем практике, честно говоря, не было такого. Они слышали, но, а так, ну, говорят, бывает, да. в моем практике тоже здесь вопрос есть, но чуть позже был. в других конфессиях там недели ждут, чтобы человека похоронить. у нас как можно скорее, нужно похоронить, как человек умер, сразу похоронен. Да, жало, потому что у меня брат очень боится очнуться там, то есть, когда уже похоронят. Вот, что нужно сделать, чтобы человек не бояться или почему вот такие случаи, они же тоже есть, ну, на слуху, что такие случаи были, что там просыпались и там выкапали. Ну, элементарная кома, да, человек. Или током ударил, а он как бы похоронили, а там уже как бы заземление и сидела с пальцем. Напряжение сначала, питал землю, положили, заземлился. Ну, вопрос, что не боялся, вопрос в этом, честно говоря, первый раз, когда на практику отправили нас в Кезарский район. Я в своей жизни там, ну, пришлось, да, омыть человека. Первый раз видел умершего человека там. Ну, ну, аварию попал человек, на мотоцикле аварию попал и первый столкнулся. Вот этот, я неделю не забывал, плакал, вот такое состояние не было. Ну, так как уже практика есть в этом деле, сейчас уже, притупилось, восприлилось чувство. Сейчас уже, как живому, да, вот, как, больше живого надо бояться, чем мертвого. От него-то никакого вреда не будет, от умершего, от живого уже неожиданный человек, может быть, вред получит. В мертвых людях джинны бывают? В мертвых людях. Они, по-моему, заранее уходят, насколько я знаю, за два-три дня, что такое, слышал ли? Ну, что там они могут, что для... А какую пользу они будут платить? Ты мне задал вопрос, а ты сам задумываешься о смерти? Ну, кстати, когда я сел за руль, я очень, я вот, каждую машину встречную, для меня была потенциальная смерть и угроза, особенно, когда в горы ездил. Ну, я говорил, упоминал не раз, что я параноик. Ага. Шизофреник. Может, и надеюсь, в это не перетечет. Но вот я каждую встречную, я еще ехал, напрягался. Так напряженный, 15 минут за рулем, у меня все отекало. А это не угроза. Но я ехал готовый. К смерти. В багажнике сало. Ну, в бардашке сало решение. Помовение во всех делах, короче, все время. Я всегда готовый. Кстати, вот говоря об этом, да, человек, когда знает, что он врет, и бывает, человек не должен думать о завтрашнем этом, когда дети и так далее, Майша делает. Вот, в этом случае, как вообще, ну, нужно ли думать о завтрашнем дне, если ты можешь в любую минуту умереть, и если ты думаешь о завтрашнем дне, не является ли это тем, что ты, типа, мечтатель, там, или как обычно говорят, да? На Всевышнего, якобы, не полагаешься. Есть обязанность, которую Аллах вменил, допустим, на каждого человека. Если человек, ну, есть семья, есть обязанность, которую Аллах, ну, поставил, да, на, вот, кормили все, чтобы он, там, заработал халальные деньги, и так далее. Конечно, он, это человек, зарабатывать должен, чтобы в храмы не попасть, халальным путем, и есть обязанность, по отношению к своей семье, там, их готовить, да, воспитание и так далее. Ну, человек приходится о завтрашнем дне, думать тоже. Просто так, допустим, вот, завтра смерть придет, и сидеть, тоже, в религии же, не рекомендуется же. Профу, салля الله Саньши, говорит, если у тебя есть саженец, на руке, Если есть, если ты знаешь, завтра наступит судный день, посади, говорит. То есть это же благо посадить дерево. То, что, допустим, ты зарабатываешь халал, то, что ты воспитываешь детей, думаешь об их будущем, это тоже свое родное обладание является. Ну, еще там в книгах пишется, допустим, человек, который, да, вышел в путь, чтобы заработать халалные деньги, дозволенные средства, это подобие тому человеку, который вышел на базовод. Так говорится. Поэтому, ну, то есть делай вот это все, думай, да, о будущем тоже своих детей, о воспитании. И что не забывать вот это тоже, потому что есть обязанность от того, что человек, допустим, он думает, что до следующего намаза не останется, он же не будет пропускать вот эти суннаты намаза и так далее. Поэтому он должен совершать деяния, побольше их совершать, это тоже благие деяния, чтобы вот умрет человек, и чтобы он с этим деянием, чтобы умер, с хорошим деянием, чтобы умер. Процесс омывания вообще тела, даджаназа, насколько оно обязательно, и если не омыть тело, что будет? Есть понятие фарлу айн, индивидуальная обязанность, есть фарлу кефаит, это общая вот обязанность. Фарлу айн, это индивидуальная обязанность, каждый человек должен, то есть соблюдать подобие намаза, ежедневный намаз, молитва, потом и так далее. Что касается фарлу кефаит, туда ходит мытье покойного, туда ходит джаназа намаз и так далее. Вот если в городе или в селении человек один человек совершит, то вот это процесс джаназа, это фарлу кефаит. Фарлу кефаит, если один человек совершит, то от всех вот это грех отпадает. А если один человек, никто не совершил джаназа, его так похоронили, все люди грех попадают. Все село, да. Поэтому, поэтому обязанность является, фарлу кефаит является, чтобы мы, вот джаназа, хотя бы один человек взяли. А мыть это фарлу айн, то есть обязанность каждого? Мы тоже допустим, человек, то есть в селении, где он умер, там он, кто-нибудь должен его омыть, кто-нибудь должен омыть его. Тоже фарлу кефаит является. А, кефаит. Да. А так обязанностью по отношению к мертвому является мытье, конечно. Как саван, мытье, джаназа похоронить, вот это по отношению к мертвому. То есть получается, не сам мертвый ничего не получает, а вот именно те люди, которые ответственны за это. Да, да, да. Это они, получается, попадают. Я слышал, что были случаи, когда вот, ну, омывали тело там, молодой девушке там и так далее, и там, там, закачанные там всякие эти, да, вколенные, разрисованные. Ну, я детали не знаю. У вас какие-то проблемы там, нужно ли это все вытаскивать, там, то, что они закачали, там, запихнули там, или там, татуировки там и так далее. Теликон, например. Да, я просто слышал, что были случаи, что приходилось вызывать косметолога, чтобы что-то удалить там. Да. Чтобы лак удалить. Что касается, допустим, то, что вовнутрь его вытаскивают, что это делает, допустим, или татуировку, допустим, не обязанность. То есть, обязанностей нет такого. Что касается, то, что если препятствует дохождению, да, воды, до кожи, вот, как лак, допустим, или кровь бывает, ну, сухой кровь бывает, допустим, на теле после аварии и так далее, это все надо, конечно, убирать. Это все надо убирать для того, чтобы, вот, обязанность, чтобы выполнить, обязанность, что является в мете? Обязанность полностью, чтобы вода довели до конца, ну, до каждой части тела, чтобы довели. А вот лак, вот, и подобный, допустим, там, какой-то изолятор, допустим, если есть, его нужно, конечно, удалять, этот изолятор, и после омыть. А что касается, вот, татуировки, вот эти, или какие-то накачанные вещи, допустим, да, внутри, их, конечно, нет обязанности, чтобы их вытаскивать или что-то делать. Короче, он сам потом там ответит, короче. Ну, да, ну, да. Все же его проблемы. Конечно, в пользу случаям, конечно, хотелось бы обратиться, да, тем, кто этим вещами занимается, и те, кто это делает, чтобы они не делали эти вещи, допустим. Аллах дал человеку, да, красоту. Красоту. Да, красоту. И мы же видим же, допустим, когда, особенно, да, женский пол, как говорится, вот, вот, такими вещами, когда занимаются, там, меняют, допустим, то, что Аллах дал красоту. Дополняет. И Аллах их больше еще, ну, как-то. Да, 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 да. Как? Не получается все равно, вот, это искусственно, она никогда. И зародует. Как надо вот это, правильно говорить, это слово? Ну, правильно сказать, да. Ну, потому что он меняет то, что Аллах сотворил. Аллах же не будет еще большой, большой, красивой, красоты, да, не будет. Поэтому Аллах еще плохую, это даст ему. И еще на том сути, плюс, отвечать. И еще такие, что он будет в этом мире мучиться из-за этих вещей, допустим. Даже не на том сути, а еще в этом. Да, еще в этом мире, да. Поэтому обращение, конечно, чтобы этим не занимались. Не борщили, короче. Не то, что не борщили, вы вообще не занимались, оставили то, что Аллах дал. Аллах же лучше знает, что хочет дать, кому что дать, Аллах лучше знает. Поэтому лучше оставить то, что Аллах дал и благодарить. Если Аллах дал три руки, пусть будет три руки. Может, в этом есть масла ад, как говорится, да, и пусть благодарит Аллаха. Тебе нравятся, скорее, ботоксы на губах? Нет. У мужчин не в тему. Я буду об этом снимать в следующий выпуск, кстати, свободного микрофона. Все, будем ждать с нетерпением. Естественная красота или косметология. Что делать человеку, если… Он умер. В дороге… Лежать, брат, уже везет, не сможет, если человек в дороге умер. В дороге умер, и как быть? То есть, на месте нужно, получается, омыть джаназа намаз, или можно доехать до места назначения, условно говоря. И бывает такое просто, когда человек уже при смерти, его хотят в село отвезти. Вот, и вот, пока он живой, едут, короче, в сторону села, и в дороге он умирает. Был такой случай тоже. И вот, как будет, он останавливается там, там надо омыть джаназа, что, вот эти процессы чуть-чуть поподробнее, это тоже очень интересно. Ну, как мы сказали, фарулу кифает этот джаназа, ну, по отношению к мертвому, омыть его, саванну заворачивать, и джаназа намаз совершат, похоронить, это в той местности, где он умер, является. И вот, когда мы проходили вот эти курсы по повышению квалификации по похоронным обрядом, нам тоже говорили, что мы своим джаматам, чтобы довели, то, что вот, бывают такие случаи, когда где-то, что, ну, в России где-то человек умирает, и его везут домой и дома там, все. Часто, практически, большинство. Бывает, да. И там дома все делают, все процессы, и там хоронят. И бывает такое тоже, еще говорили, что мы на такие вещи обратили внимание, вот, районный центр, вот, когда человек болеет, районный центр забирают, и там умирает он. В больнице умирает. И вот в больнице, а люди, как, что делают, оттуда вот забирают его, село, и там моют его, и так далее, все, вот, обряды совершают. И нам говорили, что вот на это внимание, что обратили, чтобы они, то есть на том месте, где он умирает, чтобы там вот эти обряды, чтобы завершились. Ну, чтобы помыли его, саван завернули, и саван завернули, и дома, чтобы жаназы совершали. И только потом можно переносить? Ну, насчет этого тоже есть разногласия среди ученых, допустим, что по нашим мазахам говорится, допустим, что переносить мертвого тоже говорит. Умершего, ну, не дозволят даже, по достоверному слову, да. Есть слова, ну, слабые слова, где можно говорить, но по достоверному слову, допустим, где умер, там хоронят, говорит. А, даже хоронят? Да, даже хоронят, да. Если там есть, ну, мусульмане и так далее, да. Бывают случаи, допустим, если человек возит человека, да, и там какие-то препятствия, допустим, да, появились там, трудности и так далее. Ну, таких уже, это уже другой вопрос. Там можно уже его отвозить, уже если довезти, да, до ближайшего села. Или, допустим, если рядом села свою, туда уже доехать, можно, если там препятствия или что-то, если есть. А если нету, если там уже есть специальные места, у нас, алхамдуллах, в Дагестане, допустим, в любом месте, в любом городе, в селе есть места специально подготовленные для этого. И можно в любое село заехать и вот эти процедуры завершить. Значит, омываем мы там же, где произошла смерть, а хороним, можем, в принципе, и отвезти, да? Ну, там есть на счет этого, конечно, разногласия ученых, да, там уже надо. Сильное мнение о том, что надо в том же месте. Да, в том месте есть сильное мнение. Но если это за пределами Дагестана, то лучше привезти Дагестан. Нет, почему? Ну, там же, если мало мусульман, к примеру, да, и некому будет ходить делать. Если есть мусульманские кладбища, если есть, там проблемы нет. Это тоже достаточно, да? Это тоже, там же можно и хоронить этого человека. Просто у наших людей возник такой адад, да? То есть это просто адад, получается? Привезти вот рядом, как-то ходить, чтобы на колго, чтобы ходить, и рядом похоронить. Ну, у нас тут. Какая разница, где бы человек ни умер, Аллах же, если человек хочет довести до этого человека хорошее деяние, Аллах. И, может быть, и где угодно быть, человек умерет, да, и до него благие деяния может Аллах донести. Проблем нет в этом. От того, что рядом человек, это не означает, рядом, допустим, доходят благие деяния, а там, если дальше, не доходят, такого нет уже, понятия. Это грех или что? Что? Вот вести его куда-то. Или просим неженативность? Там написано, допустим, что запрещает свои сиски. Ну, имеется в виду, большинство ученых говорят, что запрещается перенести мертвого человека, ну, умершего человека уже в другое село. А они чувствуют, что умершие кто-то? Да, чувствуют. Поэтому же, вот, желательно, когда человек, ну, отец умер, желательно сына, чтобы вот это все сам взял сын. Чтобы перед другими не он. Потому что всякое бывает, всякое бывает, и сын может, ну, сын относится к отцу уважительно. И будет его, ну, как сказать, максимально с большим уважением, конечно, относится к для нас. И потихоньку будет это все, говорится же, там, когда человек умер, как будто, говорит, там, тысячи ножевых ранений, вот такое ощущение, у него бывает, говорит. После, после снятия руха, говорит, после того, как душа покидает, больно бывает, говорит. Ну, умершим. Вот эта горечь смерти, говорит, она очень, такое, говорит. Ну, больно бывает. Ну, умершим. Ну, умершим. Да, душу забирают из тела, отделяют, когда душа от тела, тогда бывает как будто тысячи. А это не зависит от праведности жизни человека? Ну, это уже от деяния человека зависит человек, искренний му'мин, искренний верующий человек. В хадисах посланник Аллаху, саляму, говорится, что его как будто из масла волос вытаскивается, вот так вытаскивается. По мере его грехов, по мере его привязанности к дуне, ему будет тяжело. Даже в этом говорят, в этом тоже есть, говорит, милость Аллаха. Если человек, ну, покидает этот мир, ну, с такой тяжестью, с тяжестью, ну, может быть, Аллах хочет говорить, чтобы он на том свете, чтобы чистым был. Еще немного грехи и смыслов, скажем, да? Да, еще какие-то моменты остались у него, которые еще Аллах не простил, и вот дается Аллах вот это в конце жизни, чтобы он... В этом тоже Аллах проявляет, проявляет свой милостаж. Про кремирование хочешь поговорить? Нет, он имеет в виду, если кремирование сделали, там, уничтожили, там, да, сожгли тело, и таких людей возрождают вообще, ну, на том свете. Судноугольник, да. То есть, вот этих, которые... Сожгли, да. Сожгли, да. Ну, да, конечно. Всех разница. Всех разница нет, как бы человек... Вот есть в хадисах по Сан-Николасу, что человек будет судный день, ну, заново, да, вот... Возрождать. Возрождать, да, то есть из копчика. Копчик, вот, такое создание, да, Всевышнего Аллаха, что ученые даже, как бы ни пытались, допустим, и сжечь, и там, в холоде держали, и так далее, вот, не порчится. Уничтожить невозможно. Уничтожить невозможно. Это, свое родное, флешка. Вот, допустим, да, все планы, допустим, мы флешку ставим же, вот, и вот, в нужное время, через лет сто, допустим, мы вот флешку ставим и открываем, мы видим, допустим, свои планы и так далее, и так далее. Если, конечно, останемся, ну, останется сто лет, то же самое, вот, эта флешка своего рода является, Аллах говорит, вот, из этого флешки, женский пол, мужской пол, какой человек, все, вот это все создает Аллах. Как вести себя возле умершего человека, возле усопшего? Возле усопшего, возле умеряющего, да? Ну, или умирающего, да, или умершего, разница, или и так, и так. Есть много желательных вещей, много желательных действий. Вот из тех желательных действий является важным человек, чтобы, когда при смерти, желательно его направить в сторону Кыблы. В сторону Кыблы, если есть, то возможно, чтобы он на правый бок лежал и вот так, чтобы смотрел в сторону Кыблы. Это как покаящий живот? Ну, убирающий, да. Человек покидает этот мир, да, при смерти человека. Если нет такого возможности на левом боку, чтобы в сторону Кыблы что мог. Если так тоже невозможно, что ему неудобно так, что чуть голову приподнимаем, и вот эти стопы, чтобы в сторону Кыблы смотрели. Вот так вложим мертвого, то есть умирающего вернее. И рядом с ним желательно также читать ясин. Для того, чтобы вот когда покидает рух, чтобы в легком форме, чтобы покинули его. Ясин помогает. Да, ясин помогает, да. Это посланник Аллаха, салли Аллаху, салли Аллаху тоже говорит, чтобы ясин, чтобы читали вот возле умирающего человека. Также и желательные вещи есть, когда человек покидает, ну, при смерти, чтобы ему дать надежду о том, что Аллах может любое время простить. Такой хуснодан, это же, чтобы Аллах думал хорошо. Чтобы он не думал, а почему такую смерть мучительная, может быть, Аллах даст ему конец. Чтобы он не думал, почему вот таким образом я умираю. Потому что шайтан может любое время, любую секунду, даже в конце смерти сбить человека из истинного пути. Поэтому, пока, вот, говорится, допустим, пока душа не дойдет до глотки, шайтан не перестает бороться с человеком. Чтобы он покинул этот мир без веры. Поэтому, вот, в это время, желательно, рядом кто находится, чтобы он как-то говорил, что Аллах любое время может простить. Надейся на Аллаха, что он надеялся на Аллаха. И, ну, не так громко тоже, и не так тихо, средним голосом, чтобы ля, иля, 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 чтобы читали. Чтобы он тоже повторял, да. Ну, повторял, если он уйдет с этим словом, ну, есть в хадисе посланник Аллах, где говорится, последнее слово, если будет ля, иля, 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 умрет с этим словом, что человек войдет в рай. Поэтому он, чтобы произносить эти слова, не так, чтобы там, давай, говори это, говори это слово вот так, не так должны мы ему напоминание делать, чтобы он повторял эти слова. И рядом, чтобы также еще, чтобы находились люди, которые, ну, женщины, если будут, чтобы женщины находились в закрытом виде. Полностью, чтобы ничего из аварата, допустим, женщины не открыли. И также из мужчин, чтобы, ну, которые там, пьющие алкоголики, там, или курящие люди, чтобы рядом не были. Это тоже является из рекомендующих вещей. Чтобы они, им объяснить, допустим, женщины, ну, им нужно объяснить, что вот этот последний. Мягко. Да, мягко. Чтобы был конец хороший, конец такой легкий, чтобы было им объяснять, чтобы они соблюдали вот эти меры. Еще, есть еще сурату Раад. Это в Коране есть такая сура. Тоже желательно читать. Эта сура тоже помогает. После Ясина? Да, да. Можно Ясин. Там же не один человек же можно. Там два, может, может, три человека может читать этот Коран. Тихо или громко как читать? Ну, можно и тихо. А рядом с умершем, пока вот не похоронили, как все висеть? Тоже читать надо на что-то постоянно, да? Ну, первый, после того, как покинул человек этот мир, желательно, чтобы вот эти, пока он теплый, чтобы смягчить, ну, каждый вот орган. Бывает, допустим, когда человек моет, и он как, бывает, как пенек, бывает, если его оставят там. Поэтому, чтобы этого не случилось, чтобы у него там, чтобы смягчить, желательно, бывает, ну, наконечник, вот, вот, кисти, чтобы там, руки, чтобы вот так, ноги, чтобы что-то. Надо, как бы, разминку делать. Массировать. Массировать, чтобы они, при вот, когда купаем, чтобы легко, можно было, допустим, его согнуть. И вот, прям, это, когда мы моем. Ну, из рекомендуемых вещей можно куран читать рядом с умершим. И, ну, после, конечно, уже процесс, уже амуания идет. Желательно, чтобы не затягивать это все. После амуания сразу хоронить. Да. То есть, да, чтобы сохранить. Как только человек умер, там уже сразу, чтобы начинали могилу копать. Потом одни, допустим, чтобы его искупать. А почему нужно сразу хоронить? Почему, да, у нас сразу прям обязаловка? Ну, такую обязаловку тоже нету, чтобы сразу хоронить. Такой обязаловки нету. Но желательно является, чтобы сразу хоронить человека. А, желательно? Да, желательно, чтобы хоронить. Потому что говорится в книгах пишется, что человек создан из земли, и он хочет туда вернуться. Бывает в селах очень часто, но сейчас не везде, но все же еще есть места, где вот такие маленькие будки стоят возле. Их переносят тоже, и там сидят, читают три дня, или Коран, или Полу. Нужно ли это делать, и можно ли из дома это все делать? Это Адад, или это по религии, тоже хочется узнать. Вообще, посланник Аллах, салли Аллаху салам, уже говорил, чтобы мы, он сегодня с подвижным говорил, я раньше, когда его запрещал, чтобы вы ходили на кладбище, теперь говорит, вы ходите, говорит. И эта могила, ну, имеется в виду, кладбище напоминает о смерти, о смерти. Что касается, допустим, чтения, ученые говорят, что можно, то есть польза бывает от этого, польза бывает от чтения. Ну, разницы нету, где бы человек не читал, Аллах доводит вот это чтение, вознаграждение за чтение, или, допустим, садака, или бывает, допустим, что хадж совершает, допустим, родственник за него, это все за него доходы записываются. То есть не обязательно рядом находиться? Да. Не обязательно рядом находиться, а желательно рядом находиться. Усобший чувствует? Усобший чувствует, как, допустим, когда человек салам дает, он его знает и говорит, узнает его. Узнает его. Поэтому даже в книгах приводится, что вот, когда мы на зер отходим, ну, посещаем могилу, там даже говорится, где мы желательно должны стоять, ну, имеется в виду, желательно стоять, где у ног, чтобы на что он видел, как бы, да? Ну, человек, когда живой лежит, он, если у ног его стоят, он же его видит, как бы, таким образом, и мертвые тоже говорят, желательно у ног вот так стоят, и делать дуа, почитать что-то из Урана, и с намерением, чтобы получил вознаграждение умерщий, и Аллах, иншаллах, по милости своей доводит до него, до этого человека, до умершего. Это уже ученым доказанная вещь, что читать желательно, можно читать и доходы до умершего, есть от этого польза. Ну, мне кажется, я многое узнал, и большего я не хочу знать, иначе в депрессию. Нет, алхамдуля, я на самом деле не забываю про смерть, но стараюсь не забывать. Спасибо, Мохаммад. У нас в гостях был Мохаммад Гусейнов, Могослов, эксперт в области смерти. Надеюсь, передача была полезной, подкаст был полезным. Карим Даниев, Рамзан Амаров. Увидимся.